После перемножения на свой коэффициент дадут нам 0,51. Еще знаки идут. Это и есть две дельты, которые надо просуммировать. Вот эту дельту и получит у. Итак, при увеличении доверия политикам на единицу, дельта будет не 0,228, а 0,745. За счет того, что еще прирастет и доверие парламенту в соответствии с вспомогательно-регрессионной моделью. Это очень важно. Таким образом, мы учтем реальные тенденции, которые существуют в наших данных. Мы не будем считать, что можно отдельно изменять этот предиктор и не изменится этот предиктор. Такого нет в наших данных. Это не правда. А правда в том, что они совместно изменяются. Поэтому и интерпретировать их надо совместно в одной модели, не деляя их на разные модели. Потому что если мы поделим их на разные модели, это будут плохие модели с низкими r квадратами. И более того, это будет самообман, потому что ведь мы знаем, что совместно изменяются эти предикторы, а мы делим их на отдельные модели и говорим, как будто бы они изменяются по отдельности. Самообман. Итак, проблема мультикаллинеарности эта проблема сугубо интерпретативная, и она вообще не проблема, если использовать вспомогательную регрессию. Какой содержательный вывод? При увеличении доверия парламенту растет доверие политикам, и все вместе эти два предиктора ведут к увеличению доверия в законодательной системе. При увеличении доверия политикам растет доверие парламенту, вот мы сейчас посчитали, как это тоже совместно ведет к увеличению доверия в законодательной системе. В разной степени они влияют, но поскольку изменения совместные, то хоть какое не изменился, а все равно совместное влияние будет примерно одинаковое. Можем посмотреть на то, как конкретно наша модель работает с имеющимися данными. Вот, например, этот респондент. Для него реальный игрек равен 4. Мы предсказали 5. Ошибка не смертельная. И мы здесь видим, что по большей части, кроме... Да даже здесь вот и нет больших ошибок. Вот бы ошибка посерьезнее. Но серьезных ошибок мало. Недаром у нас R-квадрат очень хороший. И модель устойчива. То есть мы можем взять любого россиянина в 2012 году, спросить его, какое у него доверие политикам и парламенту, и с высокой точностью спрогнозировать, насколько он доверяет законодательной системе. Для справки, вот эти миссинги, они возникают, когда один из предикторов у нас миссинговый. То есть для таких людей... То есть... Продолжение следует...